Всем привет! С вами LFTL и новости кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дали несколько ответов, как они решили эту хитрую задачу. «Давайте называть это новое видение», — говорит исполнительный продюсер Кристиан Торп. «Возьмите, например, Fargo, где кино и ТВ-шоу являются тем же самым, и в то же время это абсолютно разные продукты». Также создатели высказались по поводу экранизации 2007 года. «Фильм Дарбунта нам понравился, это был действительно сильный финал, но мы пойдем немного другим путем», — отмечают создатели. В сериале будет показано несколько групп людей, пытающихся выжить в тумане. Например, актриса Алиса Сазервенд будет играть мать, которая попадет в ловушку в торговом центре вместе со своей дочерью и маньяком-насильником. Актер Морган Спектор будет играть отца дочери Сазервенд, который находится в другой группе, вдали от семьи. Также в сериале будет герой с амнезией, пытающейся найти своих союзников. Также упоминается некая женщина, чьи идеи о происхождении чудовищного тумана приведут к большому конфликту внутри ее небольшого сообщества выживших. По словам продюсеров, до премьеры осталось ждать совсем недолго. Премьера фильма «Конг. Остров черепа» еще не состоялась, а режиссер Джордан Уолт Робертс уже размышляет о рейтинге будущего своего американо-японского проекта, к которому его прикрепили уже официально. «Метал Джир Солид». Напомню, фильм будет представлять экранизацию чрезвычайно популярной серии видеоигр «Метал Джир Солид». Фильм находился на разных стадиях производства, так как Джордан должен был работать над новой адаптацией «Кинг-Конга». Фанаты игры уже засыпали его сообщениями по поводу предстоящей экранизации. По словам режиссера, вопросов тысячи и тысячи, и один из основных, конечно же, рейтинг. Каков он будет? Детский или более кровавый? Р. По заявлению режиссера, он видит фильм в том же ключе, что и «Дэдпул» или «Логан», где не очень астрономический бюджет сочетается со взрослым рейтингом. Как отмечает Джордан, если вам нужно, чтобы на экране было несколько мощных взрывов, вы можете сделать рейтинг 13 и получить на производство солидный кусок пирога. В случае с Metal Gear Solid так не получится. Основная его составляющая – это своего рода философия, а не гипернасилие. Философия – его стержень. Это намного важнее всех этих градаций рейтингов. Но в кино есть свои законы, и мы ищем золотую середину. Сам режиссер является фанатом данной серии игр. Конечно, поклонников игры настораживает тот факт, что Джордан считает Metal Gear не связанным напрямую с жестокостью. Если фильм будет сделан с рейтингом R, то это будет круто. Если же лента будет снята с рейтингом 13, это тоже не будет большой потерей, так как все надеются, что компромисс будет найден. Пока что компании Sony удается поддерживать уникальный дух Metal Gear. Фанаты счастливы. Несмотря на то, что игра черпала и черпает вдохновение из американских фильмов, не существует серии игр, подобной ей, так как она обладает уникальным видением благодаря потрясающей фантазии создателя серии – Хидео Кодзимы. Metal Gear местами серьезен, смешной, жестокий, заставляющий думать, футуристический, эпический и бестолковый. А посему геймеры выражают надежду, что и экранизация будет подстать первоисточнику. Добавлю, проект находится на стадии планирования. Дата премьеры пока неизвестна. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!